Господи, Боже мой, слава Тебя! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Великие и дивные дела Твои, Господи! Благодарю Тебя за сие, что Ты послал нам! Аллилуйя! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно! Господи, слава Тебе! Кроме Тебя нет иного Бога, стольюбящего Создание Своё! Евангелие от Матфея, 27 глава. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, слезав Его, отвели, предали Его Понтию и Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что он осуждён, и раскаившись, возвратил тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам! И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошёл и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. «Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Тогда сбылось речено через порока Еремию, который говорит, «И взяли тридцать серебряников сыну оценённого, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. Иисус же, став перед правителем, и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященника и старейшина, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему Иисус ни на одно слово. Так что правитель весьма удивился. На праздни же Пасхи правитель имел обычае отпускать на народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавва или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Варавву!» Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят!» Правитель сказал, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее кричали, «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им Варавву, а Иисус, обив, предал на распятие. Тогда воины, правители, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк. И, раздев его, надели на него багреницу, и сплесши венец из стерна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь Иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И, когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу, и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириньянина по имени Симона, сего заставили нести крест его, и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его «Сей есть Иисус царь Иудейский!» Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головой с головами своими и говоря «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, садись в креста!» Подобные правосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили «Других спасал, а себя самого не может спасти! Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него!» Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал «Я Божий сын!» Так же и разбойника, распятые с ним, поносили его. Слава Тебе, Божий наш! Слава Тебе! Хвала Тебя, наш Господь Спаситель! От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, или, лама салахвани!» То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших там, слыша это, говорили «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложив на трость давал ему пить. А другие говорили «Постой! Посмотрим, придет ли Илья спасти его!» Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов по воскресению его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса в виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма и говорили «Воистину! Он был Сын Божий!» Там были также и смотрели и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилея, служа Ему. «Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Якова Иосифа и мать сыновей Зередеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Алимафея именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взяв тело, Иосиф побил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и парисеи к Пилату и говорили «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал после трех дней воскресну, и так, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «Воскрес из мертвых!» И будет последний обман хуже первого. Пилат сказал им «Имеете стражу, пойдите охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню пищать. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвалателю и милосердный Господь и Бог наш! Благодарим Тебя, Господи, за Твое долготерпение! Милости Твоя полна земля! Господи, умудри служащих Тебе проповедников пролить свет в эту тьму и бездну, куда враг согнал людей для блуда, для беззакония, табакокурения и наркомании. Откроем истину Твою и выведись из этого ущелья тьмы, да прольется свет Твой сюда! Хвала Тебе, наш Иисус! Укрепи народ Твой и прославься в жизни нашей! Аллилуйя! Евангелие от Мафея, 28 глава. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гробы и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. А ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот, я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и все, Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда, говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите». Господи, помилуй, прости. Да. Минутку, я тут постановлю. У нас разные отношения. Вот, если человек у евреев был еврей, пока крещение не принял, еще терпят. Но если он теперь стал христианином, объявлена война. У вас та же самая история. А у нас этого нету. Наоборот, к нему сожаление больше, добро ему сделать, размягчить его сердце. Да, Единобожий. Бог Единый, у вас Святой Троица. А у вас понятия Троица вообще никак. Если Бог один или Святой Троица, это как понять? А понять не надо. Не пытайся понять. Но вы меряете головой. Допустите, что есть... Бог один. Святой Троица повторяю. Вот Блаженный Августин, вот послушайте один раз. Он так же думал, Бог один, а Троица, а как это понять? И однажды он по берегу моря идет и видит, впереди там маленький ребенок играет. Волна набежит, он раковиной подчерпнет, а дальше на берегу в песке вырыл ямочку и туда выливает. Он подошел, посмотрел, он бегает, а что ты делаешь? Он говорит, хочу это море перелить в баночку, в песок. Так она уходит в песок. Она не войдет. А как ты решил Триединого Бога понять? И он смотрит, никого нет. Это Божье откровение, которого у вас вообще нет. Нет. Это Бог открыл людям. Я и Отец одной, Евангелия Тиана. Это ваша книга. Нет. Это все было неспособно. Это слова обошло. Он говорит, что я не был врожден, не обил, не был врожден. То есть, что я не был врожден. Но смотрите, заканчивается Евангелие от Матфея. Идите, Господь говорит, проповедовать Евангелие всякой твари. И теперь, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что тут толковать-то? Тут понятно. И Три свидетельствует на небе. На небе говорит, Отец, Слово и Дух Святой. Слово – это название Христа. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие Тиана, 1 глава, 1 стих. У вас, понимаете, примитивное такое понятие, которое у людей, которые вообще ничего не знают. А это Божье откровение. Я и Отец одно. Я и Отец одно. Евангелие Тиана, 10 глава, 30 стих. Я не понимаю, это нельзя понять, как из ничего Бог сотворил Вселенную. Сейчас скорость света 300 тысяч километров в секунду. А за год сколько пройдет? Так вот, нашли уже звезды, которые от нас за 2-3 миллиарда световых лет. И там Бог, и там Бог. А еще сотворил из ничего. Вот начинает курица, или исо раньше появилось. Ну и секрет. Ну, конечно. Курица. А почему? А так написано. И сказал Бог, да произведет вода птицу. Птица полетела из ничего, а потом курица, петух, и получилось яйцо. У нас ответ дан в Святой Библии. Определенная и четкая. Бог откровение дал. И мы его приняли. У вас этого нету. Откровение. Вы взяли от евреев это понятие. Еврейское же все. И Ибрагимы, и название. И у нас еврейское. Это они дали две мировые религии. Вы дальнейшее событие знаете, как будут в мире развиваться? Дальше. Это не еврейское. Дальше, как события в мире развиваться будут? У вас известно, нет? Конечно, есть. А какое? Какие события? Здесь, на земле. А? Пробежали, конечно, суеты. Ну, тогда слушайте, если вы не знаете. Москва будет... Я не знаю, ничего. Но вы не отвечаете. События, которые сегодня уже идут. Вы знаете, что третья мировая война будет. Она обойдется в 2,5 миллиарда человек. У вас-то про это написано? А у нас написано прямо 2000 лет назад. Дальше. Дальше мы смотрим, что будет. И написано, будет один царь над всей землей, еврей. Еврейский народ разбит на 12 частей, 12 колен. Из колена Данова. А Христос из колена Иудина. Иуда это не предатель, а сын Иакова. И он воцарится не где-то, а в Иерусалиме, в том храме, где там Аяк теперь находится. И теперь бунтуют они там, что запретили доступ евреям вот еврейская территория там по берегу моря идет. И мусульманский мир, который против, в 500 раз больше, ничего не могут сделать. Да там давно ли бы их все пробовали делать, пробовали, все в пыль превратили, и все. Объединенные республики, там, Советский Союз против, помогал, ничего не сделать. Почему? Это Божье предначертание, план. Идет проекция на землю. И один Иудей будет над всем миром и будет царствовать 42 месяца. У вас этого нет ничего. Три с половиной года. И тогда будет ставить начертание на лоб или на правую руку. 666. У нас все в Библии это расписано. Даже то, что... Ну, как я вам сказал, вот так будет все? Нет, вы понимаете, что вы сказали, что что-то будет на лобу. Что-то настолько непонятно, я с трудом вас понимаю. Сейчас слышу, что будет? Еще не могу понять даже. Ну, то есть, вы видите? Нет, я слышу, но слова какие-то такие глухие идут. У вас что, микрофон плохой? Не знаю, через телефон раздражаю. У меня стационар. У меня стационар. Видите, какие наушники я рядом держу. А у вас он дергается. У меня же не дергается экран-то. Стоит на месте. Я просто через телефон раздражаю. Ну, мы хорошо поговорили. Я вам сказал. Вы только не вздумайте обижаться. Нет, нет, нет. Вот так. Мы на Алтае живем. Город Барнаул. Мы строим православную деревню с нуля. К нам заезжают мусульмане. мы беседуем. А не покупать приезжают то картошку-то, еще что-то. Вот так. Так, я вам то, что я вам сказал. Посмотрите, для интереса вы думаете, ахмар, дедат, из такой, что вы... Я смотрел, я смотрел, сейчас помню, я смотрел, в Америке выступал один, доказывал где-то, он еще не доказывает. Он доказывает для незнающих. Я смотрел его неоднократно. Но он же там со священниками я знаю, вот стоят они где-то, ну, это другая история. Стоит большое собрание, и там кафедра, и там молодой, лет 30, мусульманин стоит. А ему из толпы подают знак. Я говорю, скажите, у меня вот товарищ христианин, но не пьет, не курит, мы друзья с ним, спасется он или не спасется? Ну, видно, что составлена игра. Ну, он говорит, а вы спросите товарища своего, он, Иисус был Богом или не Богом? Ну, он говорит, я спрашиваю. Он говорит, это Бог, второе лицо Троицы. Так, а Бог все знает? Он говорит, да вот он, товарищ, отвечает, пускай сам. Он отвечает, да, все знает. Бог он. Иначе, если он не знает, так чего он? В школу учиться надо. Он говорит, а как же вот у ангеля от Марка написано, когда Иисус говорил, то последнего дня не знает никто, ни ангелы, ни сын. А этот стоит, растерялся, ну, я знаю, это комедию ломает. Он Бога-человек. По человечеству он не знает, а как Бог знает. Он Бога-человек. А этот юноша-то стоит, христианином назвался, а ничего не знает. Ну, специально подстроено. Очень даже просто. Когда я отвечаю, эти мулы себя... Что-то у нас, как-то не состыковка, не как-то, если он... Да. Он не знает, кому будет конец цвета. Так, а что такое рождение... Скажите, рождение свыше, что такое? У вас вообще этого нету. Что такое водительство? Мы знаем, что Иисус родился без отца. Рождение свыше, Никодиму Бог сказал. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. И дальше об этом говорит Римлянам 8-9. Говорит, кто духа Христова не имеет, тот не его. Что это означает? Какого духа? Как его получить? Вот я обратился, я родился в старообрядческой семье. Мама сказала, нельзя там воровать, нельзя там... Я ни одного слова не сказал скверно, а мне уже 80 лет в июне будет. И нельзя с женщинами дело иметь, пока не повенчается там... Ну, то есть, не развратникам быть. Иначе страх Божий, там, в огне будешь гореть. В пионеры мы не вступали, ни в комсомол. Я вернулся из армии, служил в морфлоте и в ракетных частях. И в 23 года мне впервые Евангелие дали в руки. Уже через полчаса я попросил молиться. Мауэээ. что,